Добро пожаловать на территорию чудес, исцелений, движения Духа Святого. Мы сегодня продолжаем с пастором Сергеем из города Саратов, Церковь Слова Жизни, говорить о божественном исцелении. Пастор Сергей также является основателем движения исцеления священника Господа. Добро пожаловать. Спасибо. Приветствую, дорогие друзья. Пастор Сергей, мы на прошлой передаче говорили о помазании, о том, что Господь наделил нас сверхъестественными способностями, чтобы проповедовать Евангелие, что это ответственность, в которую мы должны каждый войти, взять эту ответственность за помазание и не иметь значения, вот чем мы занимаемся в жизни, где мы в служении. Мы все призваны и помазаны проповедовать Евангелие. И вот сегодня я хотел бы продолжить говорить о помазании. И заглядывая в историю, мы видим, как помазание как будто бы передавалось. У Моисея был Иисус Навин, который продолжил служить в той позиции, в которой был Моисей, и вести народ израильский. И если мы смотрим современную историю, то тоже видим людей Божьих, которые были помазаны для какого-то служения, евангелистов, апостолов, пророков. И интересный служитель, которого зовут Аса Аллен, который был в прошлом столетии, жил и служил как евангелист и такой чудотворец, да, Бог творил чудеса и исцеление через него. И у него был ученик Роберт Шамбак. Я не зря говорю об этих личностях, потому что я знаю, что у нас есть связь с этим помазанием, которое было на их жизни. Я верю в то, что помазание, оно может передаваться, и Библия говорит об этом. И если мы открыли бы Матфея 10 главу, 40-41 стих, то там написано. Кто принимает вас, принимает меня, кто принимает меня, принимает пославшего меня, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Да. Что мы здесь видим? Мы видим, тогда, когда мы хотим, тогда, когда мы почитаем вот в друг друге те дары или ту искру Божью, то это может переходить на тебя, насколько ты в позиции под, вот тогда, когда ты в смирении, в глубоком почтении. Вот этот дар он может покрывать, этот дар может по вере передаваться. Перетекать в твою жизнь, получается, да? Да. Мы видим вот эти принципы устройства самого тела Христа. То есть я знаю, что церковь, она призвана вот в это общение. И в этом общении, когда мы находимся, происходит все самое главное. Происходит вот это озарение, тогда, когда мы вдохновляемся, тогда, когда мы делимся вот своими сильными чертами, своим призванием. И я верю в то, что вот это работает таким образом. И сегодня, на самом деле, вот когда мы смотрим на разные служения или на разных служителей, когда приезжает какой-то пророк, апостол, там вот знаменитый человек, служитель, он говорит о том, что я сегодня буду на служении передавать помазание. И на самом деле, вот я раньше как будто не очень понимал вот эти вещи, но слышал много вот, ну как бы вот такие моменты. Вот я думал, ну как вот, Иисус, Он уже помазал. И самое главное то, что ты имеешь, ты имеешь вот помазание Иисуса. Дар, вот дар Иисуса Христа, Его Дух, когда ты родился свыше. Это самое главное. Но потом я начал, я увидел то, что помазание может быть разное. И мы можем, вот почитая друг друга, по вере принимать, принимать вот и ходить, ну то есть стремиться к этому. И я думаю, что это вот работает таким образом, что это есть. Но нам нужно очень сильно хотеть, и все это происходит тогда, когда ты веришь. Потому что все это связано вот с духовным миром, что все это связано с Богом. Интересно так, что вот этот принцип передачи, который есть в теле, да, он так работает сильно, что я просто сейчас начинаю вспоминать историю, когда я очень хотел двигаться в исцеление. И к нам приехал один служитель из Швеции, евангелист, вот исцеляющий евангелист, Пер Сердергар. Вы знакомы с ним? И я говорил, Пер, можете вы за меня помолиться, потому что я хочу так же исцелять, как вы. И прошло, ну, несколько лет, может быть, четыре года. И вот сейчас, как бы, даже такое ощущение, что вот мы можем, не приглашая его, вот, иметь доступ к этому дару, что он действовать может через меня, что тогда у нас была потребность в этом даре. И он передал это в мою жизнь. И сегодня то, что делал он тогда, я могу делать так же. И вот, когда, получается, допустим, вот, Аса Аллен, который был евангелист, через который происходили невероятные чудеса, которые обескураживали Роберта Шамбака когда-то. Аллена не стало, Шамбак остался. И он едет в Индию, он едет в разные страны. И те же самые чудеса, которые были в жизни Аллена, происходят в его. Сегодня мы знаем, что Шамбак, Роберт Шамбак, он ушел к Господу уже несколько лет назад. Но в вашей жизни произошла передача. Да, я верю в это. И вот это такое свидетельство, которое очень ценно для меня. И однажды, когда мы с пасторами собрались, мы общались. И один из моих друзей, пастор, он начал рассказывать о Шамбаке. Я до этого, конечно же, слышал о нем. И я читал его книги. И он рассказывал тогда, когда он приезжал в Москву, и он был на этом Крусседе. В Москве вот в то время. И он говорит, я так был впечатлен этим служением. Он рассказывал, прям свидетельствовал нам. Он сидел, и там вот буквально через несколько вот так человек сидел слепой человек, у которого не было даже вот глазных яблок. И когда шла молитва за исцеление, прям на его глазах он увидел, как этот человек начал прозревать. Это было просто. Этот человек, он начал кричать. Он начал кричать, я вижу. И этот пастор настолько был впечатлен. И когда он рассказывал вот эту историю, ты знаешь, я получил такой небесный импульс о том, что я хочу, я хочу двигаться так же, я хочу этого помазания. И я сказал ему, а этот пастор, он сам миссионер, приехал с Америки, много лет был в служении здесь у нас, в Саратове. И я ему говорю, послушай, найди мне этого шамбука вообще, найди мне его адрес. Я хочу просто связаться с ним. И я знал вот тогда, когда я говорил, ну, это от Бога. И пастор так удивился, слушай, ну, я не знаю, столько лет, наверное, он сейчас совсем старенький, наверное, он уже ушел на небо. Я говорю, я не знаю, найди, я чувствую это от Бога. И действительно, он там через два дня принес мне его адрес, там, все имейлы. И я просто написал ему письмо, что я в этом письме поделился вот теми откровениями, вот, которые я на данный момент имел об исцелении, о любви Божьей. Я ему все это написал, вот такое письмище, отправил все это ему. Ну, вот, и ты знаешь, в ответ тишина, в ответ ни ответа, ни привета. И шло какое-то время, я молился, и приходит письмо, только не от него, от его команды, там, ну, как-то это устроено, там, свой департамент. И мне пишут, брат, мы рады за тебя, классно, но брат Шамбек, он, ну, как бы, я так понял, не принимает, что ли, вот, по этим вопросам. Ну, видать, много людей со всего мира что-то пишут, а он действительно уже пожилой человек. Вот, и вот такой вежливый, вот, как бы, отказ. Я так расстроился вообще. И, ну, знаешь, я расстроился, а Дух Святой мне прямо вот слово дает, пиши еще. Это так удивительно. Я снова пишу такое же письмо и снова отправляю. И снова проходит какое-то время, и в ответ тишина проходит, там, ну, неделя-две, месяц, ни ответа, ни привета, и приходит снова отказ. И я еще больше расстраиваюсь, как будто я уверен, что слышу Бога, то есть пиши, то есть вот это важно, я настолько желал этого. И снова вот этот голос, пиши. Я отправляю третье письмо, на которое он уже лично мне отвечает, где он извиняется передо мной. Я так был вообще удивлен всем этим происходящим. И когда он прочитал мои письма, он говорит, послушай, я так хочу, чтобы ты приехала ко мне. И вообще, когда я писал, у меня не было идеи передачи помазания. Но он мне в своем письме пишет, я хочу передавать тебе. Я хочу, чтобы ты приехал. И он там говорил вообще о таком закрытом мероприятии, связанном с его юбилеем. И там были самые близкие и близкие его друзья и родственники. И когда мы приехали туда, там всего было вот, ну, может быть, около ста человек, но настолько это было вот все торжественно. И вот посреди всего этого мероприятия, всех этих поздравлений, а поздравления там шли со всего мира. Там Коплин, там Крефлодоллар, там, ну, такие люди вообще. И вот я сидел по правую просто руку его во всем вот в этом окружении. И посередине вот этого мероприятия он говорит, послушай, здесь мои русские друзья, русские пасторы. И вот он, ну, сказал, рассказал немножко про меня. И вот я вставал на колени, и он возлагал руки, и он молился. Он пророчествовал и передавал вот это помазание, где вот он говорил об этом. Он говорил об исцелении, он говорил о чудесах, он говорил о пробуждении. Он пророчествовал, да. Он пророчествовал, и это было потрясающе. И, конечно же, я этот день запомнил. И я очень трепетно к этому отношусь, потому что, ну, потому что это ценно. Потому что насколько ты в почтении пред этими вещами, насколько ты веришь, настолько это и работает, и передается. Поэтому Писание говорит, когда ты в почтении, в принятии дара, здесь в частности говорится о пророке, то ты начинаешь иметь награду. Награда – это дар, это призвание этого пророка. То есть вот это помазание, оно покрывает тебя. Ты можешь двигаться в этом, ты можешь развиваться, ты можешь ревновать об этом. И я верю, что мы принимаем эти вещи по вере. И мы можем вот двигаться таким образом. Однажды я знаю также одного пастора, достаточно близко, который ревновал об исцелении. Вот знаешь, о служении исцеления. То есть вот специально исцелять людей. Он начал делать в своей церкви служение исцеления. И когда он начал, никто не исцелялся. И он сделал раз, потом служение два, служение три. И люди перестали приходить на это служение, потому что ничего не происходило. И люди ему в церкви начали говорить. Ну, пастор, может быть, хватит, но что вот бабушка от насморка исцелилась, ничего не происходит. А он так хотел этого, он так ревновал об этом. И он молился, Господь, дай мне, я хочу двигаться в дарах исцеления. Я хочу исцелять людей. И прошло несколько лет. И в церкви люди некоторые вообще, ну, знаешь, даже как-то странно начали поглядывать на него. Говорили, ну, не надо ерундой заниматься. Ну, видишь, ну, не идет. У тебя есть свои дары. А он продолжал молиться и продолжал вот заряжать этот формат, делать это. И к нам приезжает одна пророчество, которое двигалось и в исцелении, и в чудесах. И она приезжает и делает у нас здесь служение. И получает такое слово, говорит, я хочу, чтобы вышли пасторы, я хочу благословить и молиться, я хочу пророчествовать. И он вышел вперед, и когда она дошла до него, она говорит ему, послушай, ты два года молился и ревновал вот об этих вещах. И Бог дает тебе. И она высвобождала, она передавала ему. И как ты думаешь, когда он делал очередное служение исцеления, что там было? Там были чудеса. Там были чудеса. Я верю в то, что насколько мы вот почитаем, насколько мы вот готовы принять. И много на самом деле свидетельств в связи с этим. Я вспоминаю сейчас, я приехал в одну церковь. Это тоже, кстати, вот, ну, серьезно, такое вот свидетельство было для меня. Приезжаю в одну церковь, и на поезде зима, я в таких, знаешь, такой налегке, все это, вот, в таких осенних ботиночках. И меня никто не встречает. И что-то как-то холодно, мороз, я замерз. 10 минут, 20 минут, через 30 минут приезжает какой-то брат на каком-то драндулете, который еле едет, никакого не заведет. Приехал, опоздал. У меня внутри, думаю, слушай, еды-то хоть дадут здесь? Я голодный, холодный. Он мне говорит, в гостиницу не успеваем уже, надо сразу на служение. Меня вот в этом виде, как я есть, с поезда, то есть привозят на это служение. Приезжаем на служение. На первый ряд прихожу, какие-то вещи, какие-то валенки валяются. А церковь на самом деле не маленькая, не 50, не 100 человек. Смотрю, пастора нет, никто меня не встречает. Как ты думаешь, вот можно ли делиться, вот есть ли вот здесь позиция принятия вот этих вещей? А я, знаешь, я так уверен, у меня было послание. Я так хотел делиться этими вещами. Но я был огорчен. И подходит ко мне какой-то брак, вот так вот брат какой-то сзади, так, привет мне. То есть вот так вот по спине, я его не знаю, кто такой. И ты знаешь, у меня вот прям все рухает внутри, как бы. Но меня не почтили. Дар не меня, понимаешь, не человека. А вот о даре Божьем идет речь. И ты знаешь, проповедь меня, проповедь моя началась, знаешь, не с того послания, которое дал мне Бог. А я никогда так не проповедовал. Вот больше ни до этого, ни после этого. Я так жестко начал обличать. Я аж сам испугался, что я вот начал вот говорить там. Но буквально через 15 минут все эти 200 человек, вот эта церковь, она стояла на коленях, и она рыдала. Так Дух Святой прикоснулся. Так Дух Святой что-то открыл, что может быть было, ну, забыто или как-то, ну, вот знаешь. И люди так, так приняли вот это, и просто Он вскрыл это. Я верю то, что мы должны быть вот в определенной позиции. Иисус, Он, Он пришел, и написано, что Он уничижил себя даже до смерти. И Его не уничижили люди. Он написано, Он сам это сделал, осознанно, не грех, не люди, а Он сам. И вот когда мы, лично, каждый из нас, мы вот в этой позиции принятия от Бога, когда мы вот в этой позиции смирения, почему, помнишь, когда Он начал, Иисус, мыть, омывать ноги своим ученикам? Им так это было непонятно. Учитель, Божий Сын, разделся, как раб, встал на колени и стал омывать им ноги. Петр вообще сказал, о, слушай, не прикасайся, не сделаешь ты этого. Тогда он сказал, если я не сделаю этого, ты не будешь иметь части, части со мной. И тогда Петр говорит, о, слушай, я понял, всего меня, с ног до головы. Не, нет, только ноги. Почему? Речь о смирении. Мы должны встать глубоко под, для того, чтобы принять с неба. Мы принимаем помазание от Бога, мы принимаем помазание друг от друга, если мы встаем, если мы понимаем, о чем идет речь. Аминь. Друзья, здесь потрясающая атмосфера, и я чувствую, что просто такая апостольская благодать здесь, такое помазание апостола здесь. И я молюсь, чтобы вот это текло в вашу жизнь, в ваш дух, и изменяло ваше мышление, понимание, чтобы мы с вами, церковь, по-другому видели эти все вещи и с почтением относились к дарам и принимали через дары, почитали дары и принимали, переходили в новое измерение, в новый уровень от славы в славу. Так, во имя Иисуса. Будьте благословенны, друзья. До встречи. Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я хотел бы рассказать о свидетельстве божьего чуда в моей жизни, это исцеление. Я поверил в Бога, в то, что Он есть, действительно есть, осознанно, три года назад. До этого у меня развилась социофобия. Это началось в конце моего школьного обучения. Помню, я поехал на один отборочный курс перед поступлением в ВУЗ, и я очень сильно волновался. Я переживал, нервничал, и я помню, что мы сидели в столовой, и у меня затряслись руки, голова, рядом со мной были люди, они все это начали замечать, от этого мне еще больше хотелось трястись. И после этого я начал избегать общества, я начал избегать предложений пойти на дни рождения, поехать в какой-то детский лагерь. Я поступил в университет, но вот эта проблема, она увеличивалась. Я начал уходить в себя. И элементарно я не мог даже руки поднять во время лекции, во время семинаров, а когда мне нужно было сделать какой-то доклад, я обязательно брал энергетический алкогольный напиток, выпивал его для храбрости и представлялся в доклад перед аудиторией. Все эти 5 или 6 лет я был как будто бы в плену. Я изучил кучу форумов, я спрашивал мнения разных специалистов, психиатров. Мне никто, к сожалению, не помог. Ни таблетки, ни гадалки, я к ним тоже ходил, ничего не помогало. Я по-прежнему боялся людей, по-прежнему боялся что-то делать руками. И на меня просто обрушивались какие-то панические атаки. Я не мог контролировать себя, свою жизнь. Я думал, что так будет всегда. И это мне, конечно, доставляло очень много печали. Но все изменилось, когда переехал в Петербург. Я познакомился с хорошими ребятами, они впоследствии стали моими друзьями. Они пригласили меня в церковь. Я уверовал, я поверил в то, что Бог есть. И помню, меня пригласили на один церковный выезд. И когда я находился в кругу, сейчас это для меня братья и сестры, как будто бы эта проблема растворилась. Еще 10 минут назад я опасался, что опять руки будут у меня ходить бесконтрольно. Но когда мы начали общаться, когда мы начали принимать и вкушать пищу, я понял, что я контролирую ситуацию, я чувствую в свои руки. У меня нет никакой трясучки, никакой дрожи, никакого волнения. И я понял в тот момент, что я получил исцеление. И для меня это очень большое чудо. Я верю, что Бог есть. И я очень благодарен за это исцеление. Субтитры создавал DimaTorzok